Всем привет! На открытие! Вы на канале Асхалс, а с вами Виталий Арбузов. Пышма! Я уже хотел отзываться о реке нехорошими словами. Стой, стой, не уходи! Вот, 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 или что-то жарит. Точки я вам потом в конце видео скину. Что, буду брать такую? Или отпустим? Отпустим. Я поюсь, ребят, вам не видно из-за мошки. Зацепил какую-то веревку. Вот, сейчас посмотрим, что это такое. Какая-то палка. Ёшкин матрёшкин. Всем привет! Друзья, мы наконец-то выбрались на рыбалку. С нами Дима. Миша. Первый раз в этом году. Виталий. Открываемся всё. Куда мы едем? Рубрика продолжается вниз по Пышме. Ниже километров на 200. У нас такая Усп, маленькая Пышма, около Заречного. Что кажется, сейчас мы приедем, там тоже будет очень маленькая река. В предвкушении едем в сторону Талицы. Это уже больше 2 третьих реки. Где-то по расстоянию всей реки. Думаю, что она уже такая более глубокая, более рыбная. В планах сегодня поймать. Боку, щука, судак, налив, яси. 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 Сзади там вот ещё Андрюха едет. Ещё у Андрюки полная машина всякого шмурляка. А сегодня едем вообще почти налегке. В комфорте. На бодреньке. Сегодня пятница. Устроили себе выходной. 7 месяцев не были на рыбалке. Кошмар. Да, ребят. После последнего видео, когда шершавый пошёл, канал вырос аж в три раза. Пока после той рыбалки, последней, было тысяча подписчиков. Пока я делал видео, стало полторы тысячи подписчиков. Сейчас едем на следующую рыбалку. У вас уже три тысячи. Класс. Канал растёт, а значит, видео, которое делаю, вам нравится. В этом году у нас большие планы. Каждые две недели вот это будем ездить. Сегодня открываем сезон. Едем первый раз на рыбалку. И едем вниз по Кошме. Вниз по Кошме это за город Талицу. Точки я вам потом в конце видео скину. Так что смотрим видео до конца. Будет много интересного. Я не знаю, конечно, но я так думаю, что будет. Я думаю, что будет интересно. А всё потому, что вы все ставите лайки и пишите комментарии. Вы помогаете каналу расти. Мелковато будет. Ну ладно, что. Нет, там есть прогоны, нормально. Надеемся. Ну, что, мы ищем место. И потом вам расскажем. Дороги сухие, но уже бампером шоркаем. Потому что нагружены. Достаточно. Приходится выходить, смотреть, куда ехать. Дорога незнакомая. Ребят, едем полями. Всякими лесами небольшими. Не знаю, куда мы едем. Тут ещё одна лужа или та большая? Это ещё одна. Ещё одна. Вот сейчас её направо объезжаем. Вдоль неё едем. Ещё много ехать. Трудный путь. Ребят, ехали, ехали. Ехали, ехали. Ну, вот она река. Вот она. Вот она река. Первые впечатления. Ну, присутствия человека здесь полно. Я думаю, что да, уже здесь глубоко, наверное. Может быть, да, на поворотах. Только где встать? А, это Виталий тоже между, да? Всё, приехали. Кто-то вот мусорку соорудил. Потом вывезет, наверное. Андрей уже ноги мочит. Я застрял. Засосало? Да. Вон косуля бежит. На вон напротив. Жопа белая. Вот. Вырвали. Ох я. Вырвали. С мясом всё вырвали. Шучу. Хорошо, что всё на клипсах. Ну всё, пацаны разбежались. Я тоже решил пойти половить. Хочу покидать поппера. Первый заброс. Поппера. Мошки, короче, ребят, конечно, очень много. Я такого ещё ни разу не испытывал. Неприятное ощущение. Вот-вот они возьмут и унесут. Я, ребят, пока мотал, аж эти, мошек намотал на леску. Офигеть просто. Я пояс, ребят, вам не видно из-за мошки. Даже рыбалку. Прям туча. Ладно, пока ещё не кусают. Ну просто неприятно. Они не лезут везде. Ребят, полчаса рыбалки. Результата ноль. Ну как ноль? Ребята начали дергать уклейку. Подошла уклейка, но хоть что-нибудь наловить на ужин. Я пошёл в поисках узнать реку. Или реку. Так как там, где ребята лагерем встанем, там большая, ну, яма. Соответственно, там, скорее всего, лещ или какая-то белая рыба. Ну, я пошёл поискать другое. Ну, конечно же, классно выбраться из города, с работы в природу. Наконец-то наступило лето. Счастье. Тепло. Теперь уже не холодно, теперь жарко. Бегают косули тут кругом, кричат, гавкают, как собаки. Пойду я на солнышко. Там, наверное, мошки нет. О, поле вышло. Живности, конечно, здесь кошмар. Надеюсь, мишек здесь нету. Косули пусть бегают. Главное, чтобы не мишки какали. Берега здесь высокие. Интересно. Как туда спуститься? Или уж не стоит туда спускаться? Ну, чуть-чуть-то надо. Вот тропинки-то есть, протоптанные. Люди ходят. Сейчас спущусь, только где, не знаю. Зацепил какую-то верёвку. Вот сейчас посмотрим, что это такое. Какая-то палка. Ёшкин матрёшкин. Это какое-то... Типа морда, что ли. Да? Что это такое? О, да. Ни хрена себе. Типа какая-то рыба должна заплыть, да? Офигеть. Прикольно. Вот такие штуки, ребят, стоят тут. Вот так, значит, как рыбу-то надо ловить. Здоровая морда. Неудобно тут ходить. Ну, что делать? Ещё б тебе асфальт положили тут. Короче, тут место дикое. А браконьеры везде присутствуют. Стоят морды. Вот, ещё одно животное нырнова. Нырнова, а пузырики идут. А? Вальки разбегаются. Айдь. 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 Наверно. Какое? 760. Самое клевое давление это 745. Это очень высокое. 760. Хорошо. На крышечку можно? Мяско. Мяско, да. Не, не хочу. Мяско. Доброе утро, друзья. Плывет красавица какая-то. Плывет, ничего не боится. Сытая, довольна. Кто это такая? Или кто это такой? Идешь, идешь, раз такая. И какой-то затопленный авось. Заводюшка. Интересно. Как она образовалась? Искусственно или не искусственно? Есть там рыба? Нет. Карасики, а может даже щука. Искусственно. 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 Тянутин. Наверное, сеть. Там вот видите, палка на том берегу. Трясется. Это все сетки скорее всего, или перемет какой-то. Бракерский. все оторвал да ребят вот оборвался вот видите веточка стоит вот веточка стоит вон там веточка стоит вон веточка раз раз два три 4 5 6 7 8 9 вот 9 штук стоит в моей видимости то есть как минимум четыре сетки вот на этом повороте стоит расстраивает да расстраивает когда люди не убирают за собой мусор ставят сети вот контингент людей всегда меня расстраивал не сильно но грустно за них то ли сильно голодные то ли чё не могут победить себе животную страсть на поводке вяжем восьмерочку сквозь восьмерочку продеваем шнур теперь шнур вокруг этой лесочки десять раз обматываю и образно и образно каждый раз вижу и уже не расстраиваюсь обидно за то что оборвал да обидно ну не сильно не так сильно обидно как за деньги как за людей это понимание все себе побольше да побольше а детям что будете оставлять и это в эту восьмерку я обратно продеваю получается он и типом морковки типом морковки потому что морковка это оригинальная не так вяжется поэтому типа но держится достаточно я смочил хорошо достаточно хорошо держится вот вот такая длинная морковка получилась сейчас привяжем карабинчик и опять пойдем кидать вертлюжок будем привязывать обычным поломаром многие считают что это самый крепкий узел я так не считаю ну как бы считаю если иначе бы не привязывал для меня он удобен просто удобно привязывать ну чё ну не все хорошими беда есть и плохие если бы не было плохих не было бы и хороших так что бог им судья пускай так и делают меня сюда даже вспомнил про бога и улыбка поднялась ну и все пойдем дальше ловить у нас дорога длинная река большая возвращаться домой он до того леса капец как далеко кругом порыхает бабочки поют птички а мы идем дальше не знаю просто смотрим на реку на реку кидаем в удобных местах почти сплав только пешком на лодке не вернешься а пешком вернешься так что классно мы опять вниз по пышме смотрим места пока места не радует на спиннинг ничего не поймали поймали ребята уклейки там всякой ну белорубицы ну я думаю что это не считая за рыбу пока вот идем дальше ловим рыбу были в современные технологии поднял дрон над этими бабочки парящими посмотрел куда подойти куда подлезть где какой кустик было бы интересно все таки ребят я мечтаю о дроне а если я не мечтаю наверно скоро у меня появится на все воля божья какой-то проходик нашел сейчас попробую спуститься к реке и тут покидать следы косули подходит сюда косуля место интересное вот они кучу бабочек сейчас подойдем узнаем почему они так кучкуется так вот интересно прям что они там делают идем тихонечко чтобы не спугнуть всю поляну так красиво я не знаю то ли они пьют то ли они личинки откладывают точно они наверное откладывают личинки ребят они прям что-то в грунт как будто закапывают наверное да все-таки они откладывают личинки интересно все таки да ребят каждый раз в каждом уголочке куда мы приезжаем везде есть какое-то особенное чудо а тут бабочки ребят пробуем меняем всякие разные приманочки здесь вода побыстрее помельче ну значит можно что-то потемнее поставить так вот не знаю что поставить менее яркое это может быть белое вот это вот я не хочу ставить но у меня единственный вот это кстати мишину можно поставить мишина вот это интересная блесна сейчас попробуем ищем какую-то рыбу не знаю какую какая клюнет я рыбак не сильно профессионал но блесенка напоминает жука плавунца идем дальше ищем интересные места показываем вам рыбалку вот еще полянка с бабочками там еще капец здесь вообще кругом одни бабочки не знаю здесь их миллионы миллионы тысячи если прислушаться даже шелест от крылышек стоит слышали бабочки шелестят шел шел ребят наткнулся вот на такое озеро за пруда такая не знаю но присутствие человека здесь есть вот доски какие-то вколоченные зачем-то не знаю с какой целью там там тут вот по берегу рогатины стоят как хорошо ребята вроде там в лагере ушел все равно один идешь кидаешь просто так даже красивая водичка а вряд ли здесь кто то есть конечно просто кидаешь летают бабочки плесну должно было издалека видно быть если кто то и было в трубы мне кажется оба за идти рисовался и а и 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 они и и и и каждый день ходишь здесь по парку бабочек так прикольно вот и наступил еще один день сегодня уже воскресенье но рыбы я так и ни одной не поймал ребята тоже не поймали уклейки конечно мы наловили окушочков маленьких все на поплывок рыбы хорошие так и не было приехали дедушки два дедушки на машинке и таскают лещиков андрюха пошел узнавать делать как как дедушки делают хочет лещика поймать рядом встать молодец андрюха только учится познает это хорошо сегодня немножко пасмурно даже хорошо дождик покапал с утра вот такая вот река пышма немножко коричневенькая вода мутная темная непрозрачная и никаких всплесков ничего не было почему-то ничего не было попробуем покидаем еще чё-то хорошее первая поклевка за два дня он идет кто-то какая-то дура вот это да ребята я перераз такую щуку ловлю ни разу не ловил охренеть 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 она меня обрызгала выходе выходе она зацепилась еле-еле еле 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 зацепилась стой стой не уходи я прошу тебя блин Стой ты! Кого ты? Есть! Ребята! Это моя первая большая щука. Наноутилус. Он так справился легко. Капец. Все! Ребята! Ребята! Вот это да! Я вообще... Лайк! Лайк! Я не знаю, она тяжелая, здорово! Это первая моя щука. Большая щука. Никогда не пил большую щуку. Пойдем пацанам отнесу. Не взял ни кулкан. Ничего не взял. Просто на это... Офигеть! Сейчас как еще идти подыматься? Нет, я засадил ее хорошо. Просек. Просек. Как идти? Как подыматься? Что здесь оставить? Да? Здесь оставить. Ничего не взял с собой. Ах ты собака! Ах ты собака! Ах ты! Не знаю. Только отсохло тащить. Смотрите, больше. Снял? Да. Успел, заснял. Вот он! Ты на дыбу? На что? На вертушку? А где где-то? С этой стороны. Под берегом все-таки, да? Да. Видел, Андрюха? Килограмма... Пилу 800 где-то, да? Пилу 800 где-то. Ну, под двушку. Это не пиложка. О, да вот дом это удивишь. Или что, зажарим? На наутилу взял. На новую удочку. Так, ну, чтоб она не вылетела. А я откуда знаю? Я сюда побежал. У меня ничего не взял с собой. Я не заглядывал. Думаю, это, ну все. Ну, что, думаю, вертушку поставил. Она темненькая такая. Ну, такая стального цвета. Темная стального. Вот. Все, вот так. Шел вдоль берега. Кидал вот так вот. Вдоль берега, да? Ну. А там подмытый? Да, там глубоко. Такое пошло, так... Вуууууууууу. На другую сторону торпеда. Не шибко сопротивлялась. А ты без поводка? С поводком 0,3. А, флюр? Да. Ты флюр поставил, да? Но она не дошла до него, да? Нет. Она прям в начале за тройник взялась. И я ее достал, она как будто промеж зубов. Я раз, и она это. Так, Андрюха, что-то... Да, давайте завтра домой, да? Кто там? О! О! Чебак! Чебак! Хорошо. Так я не знаю, то ли спиннинг оставить с приманками. Думаю, блин, здесь можно. Морда. Думаю, спустится. Кто приедет, блин, пока я хожу, тащит новый спиннинг. Короче, а там еще забираться надо в горы. Я... Чуть ли не в зубу коробку, блин. Коробкой встал. Вы говорите, щучье место-то. Это вот следующий поворот? О! Ребятишки поймали тоже кого-то. О, хорошенький. Жареный какой-то вкусный. А-а-а! Сенький, верим, мать. Подки ложку. Подниз, блядь. Да-да-да. Подки ложечку. Ох, я давно его ждал. Красавчик. Больше. Да нет, побольше. Побольше. Полторашка, наверное, да? Тысячу-триста. У нас весы есть, если человек хочет. Один-четыре. Ну, где-то так. Ну, за килограмм, да? За килограмм. Хороший. Сто процентов за килограмм. Хороший. Всех сегодня река порадовала. Да-да-да. Сейчас говорить. Вот, там, нормально тоже уже. Ничего, вае место, да? Это называется Корчага. Корчага? Да. Это место, да? Да. А почему? Ну, хуй него зовут. Корчага и Корчага. Как вас звать-то? Игорь. Игорь. Вот Игорь поймал. Пускать долго, что-то взял. Пускать, не съездить. Ну, вот, ребят. Фу, отошел от этой щуки. Хотя весь аж волновался. Ребята все тоже сразу побежали искать щук. Два дня ничего не клевали, не ловили. Вот я только сказал. И это. И произошло чудо. Река наградила меня щукой большой. Класс. Пышма. Пышма. Я уже хотел отзываться о реке нехорошими словами. Но я верил. Потому что много раз слышал, что на Пышме есть крупные рыбы. Все. Ребята там все такие на адреналине. Все сразу привязываться, побежали все. Разбежались. Ходили все грустные. Все. Пошел ловить дальше. Все. Пошел ловить дальше. Дима увидел трясогузкино гнездо. Сложно будет его так увидеть. Но мы туда заглянем. Надеюсь, вам было видно. Ребят. Вот так это выглядит. Дай подроби. ой какая красотка ты посмотри сейчас будем взвешивать по нолям о один девятьсот сорок пять я один из вот я сказал оставляйте 3 грамм ой промола килограмма яла такая стояла ждала хорошо смотрится крупно здесь она ловил кошки уклеек надолбал что вот такая рыбалка ребят чуть-чуть порадовала все-таки за три дня одной рыбкой хороший достойный что-то опять не горит лампочка так вот это рыбалка ребят по вниз по пышме получилось очень здоровская сейчас уже спустя неделю я хочу подытожить свои впечатления потому что когда только что едешь с рыбалки никаких там финала там ничего не записать а вот сейчас прошедшие единственные воспоминания как ты лазишь там по этим берегам пересматриваешь это видео как тащишь эту щуку я сейчас такой смотрю вот такие эмоции блин матом там затерто чуть-чуть ну это право правдивые эмоции классные и непередаваемо так что рыбалка все-таки хоть мы два-три дня то есть мы с пятницу вечер прокидали субботу вечер прокидали воскресенье был немножко дождик пасмурная погода может быть это повлияло на поклевку и все таки это щука то прям вот по вспоминания ощущение она остается внутри у каждого я думаю и это ощущение я хочу вам передать и показать этот фрагмент может быть с матом уж простите но не знаю кто это какая-то дура вот это да ребята я перераз такую щуку ловлю ни разу не ловил охренеть охренеть вот такие эмоции я испытал так что ребят все на рыбалку лето настало на следующей неделе я наверное успею выложить видео и мы поедем на реку белую белую в район дюртелей где в река уже совсем большая широкая у нас там есть любимое место населенный пункт аж елга так что следующий будет вид я видео думаю будет еще класснее потому что там рыбы полно есть трофеи есть хороший экземпляр там будет у димки день рождения мы скорее всего поедем вдвоем но воды к сожалению будет мало ну разберемся там так что ребят все на рыбалку кому понравилось видео ставим знаете что классно что вы пишите мне общаетесь там сдаете вопрос это на всякую фигню мне интересно что вам интересно потому что вы мои подписчики вы мои зрители вы мои друзья я бы так сказал с которыми я готов общаться и делиться тем что я знаю можете тоже своим опытом делиться я принимаю любую критику любые комментарии нормально ну все до новой рыбалки